Итак, после выгрузки данных с JBIF, а также перед загрузкой, ваши электронные таблицы, где хранятся эти сведения по наблюдениям, по записям с этикеток, необходимо привести в соответствие. Есть ошибки, есть повторы, есть опечатки, а также есть приемы, которые позволят вам подготовить эти данные и не допустить ошибок. Я расскажу вам о некоторых подходах, приемах, которые позволят вам эти данные манифицировать именно в электронной таблице одного из самых популярных редакторов Excel. Итак, у нас имеется набор данных, которые вам необходимо обрабатывать для удобства восприятия. Рекомендую сразу сделать автоподбор ширины, а возможно иногда и высоты строк. Выделяем все данные, контур А, затем вы заходите на главные вкладки, ячейки, формат, автоподбор ширины столбца. Данные становятся более удобны для восприятия, вы видите истинное содержание ячеек и более удобно их отсматривать, проверять. Затем очень часто используется подход, когда вы данные фильтруете. Значения в верхней строке это у нас термины из Darwin Core. Вы выделяете также все значения рабочего поля, заходим во вкладку данные и включаем фильтр. Таким образом вы можете отсортировать и отследить те значения, которые у вас ошибочно внесены, либо опечатки произведены. К примеру, в столбце образцы из коллекции должно быть значение данного термина у каждой записи. В данном случае у нас оказались пустые строки, такое недопустимо. Поэтому вы копируете значения, которые необходимы в этой строке, включаете только лишь записи с пустыми значениями и помещаете их сюда. Теперь у вас все заполненные значения с единственным необходимым термином. Затем возможны опечатки в номиновании страны. Вам можно отследить здесь список повторяющихся значений. Вы видите, что в Монголии допущена ошибка. Вы выключаете все значения, оставляете только Монголия, находите истинное, единственное значение и унифицируете это. Теперь у нас все страны верно прописаны. Очень часто допускают ошибки там, где разные источники по-разному трактуют информацию. И их в первую очередь следует проверить. К примеру, как родовое название, не должно быть опечаток, повторов, которые могут возникнуть также из-за лишнего пробела после самого слова. Вы их отсматриваете. Очень часто в наименовании вида, в разном типе указаний авторов, могут возникнуть проблемы. Как вот в данном случае, необходимо ли сокращать автора или нет, вы выясняете в отдельном словаре в каталоге и указываете так, как необходимо. И исключаете данные ошибки. Так можно этим фильтром выявить очень много несоответствий. В том числе, к примеру, значения долготы и широты, которые не должны превышать 90, а долготы 180 градусов. Эти сильно отклоняющиеся значения вы можете также выявить и устранить эти ошибки. Также высота. Может встретиться опечатка, где указано, к примеру, 15 тысяч квадратных метров, чего на самом деле быть не может. И особенно для высокогорных стран следует обращать внимание на эти значения. Кроме этого, для высокогорных стран рекомендуется указывать не диапазон, а минимальное значение, на котором был встречен данный объект живой. То есть, по сути, это последнее значение в диапазоне, к примеру, 1000-2500 метров. Вы оставляете здесь 2500 метров. И тогда, когда у нас нет диапазона, термин именно вот так называется. Для того, чтобы можно было анализировать данные с высокогорных территорий. Затем формат дата у нас для данного термина. Но иногда заменяют его на три столбца с указанием месяц, день и год на английском языке. Это тоже термин из Darwin Core и такое допустимо. Ну и прочие опечатки вы можете здесь выяснить и устранить. Затем автозаполнение. Очень часто используется данная функция, тогда, когда вам необходимо заполнить значение. В данном случае у нас вот такой термин должен присутствовать в каждой записи. Вы наводите на правую нижнюю сторону ячейки. Когда белый крестик становится черным, удерживаете левой кнопкой мыши и заполняете значение. Когда этих значений очень много, там десятки тысяч, то тянуть вниз это трата времени. Вы можете автозаполнить по всем строкам, также выделив черным крестиком. И слева внизу вы кликаете два раза, у вас автоматически производится заполнение до самой нижней строки. И тем самым вы экономите себе время. Затем сцепить данные. Очень полезный прием, который позволяет вам объединить данные с разных столбцов. К примеру, нам необходимо получить из вот этих значений уникальных номеров данную ссылку. При этом мы обращаем внимание, что вместе со знаком «равно» ссылка одинаковая. Остается лишь только добавить значение вот этого уникального номера. Как это выполняется? Вы берете данную ссылку, заполняете ей все необходимое вам содержимое. Затем сюда вы вставляете формулу, которая называется «сцепить», точнее это функция «сцепить» значение этой ячейки со значением данных. Ну так можно в несколько столбцов, если вам нужно, несколько значений объединить. Готово. У вас получается готовое выражение, которое вы также автозаполняете до необходимого вам значения. Единственное, здесь у нас записалась формула, ее использовать нельзя в таблице. Вы копируете все значения и вставляете рядом только без самой функции, а вставить только лишь значение. И тогда в ячейках у вас оказывается, как видите в строке формул, именно то значение, которое вам требуется. Функция «сцепить» очень часто используется при обработке данных электронных таблиц. Если же в части датасета и тех приложений, с которыми вы работаете, я вам отметил красными ячейками то, на что необходимо обратить внимание, когда работаете с данными, выгруженными из GBIF. Во-первых, каунтри-код. Только два знака. Это по ISO 2. Не трехзначные кодировки, а именно двузначные. Это очень важный момент. Только двузначные будут восприняты системы. Затем авторы сбора, так же как и авторы определения, нельзя разделять запятыми. Они отделяются вертикальной чертой с пробелами до и после. Это такое вот уже не то, что не вгласное, а обязательное требование. Затем для местонахождения вида рекомендуется исключать кавычки. Постарайтесь их заменить, либо вообще исключить, потому что эти кавычки иногда воспринимаются в программном коде ошибочно и могут тем самым произвести сбой в записи. Тем самым будут у вас так называемые битые строки, что не соответствует действительности. Это такая вам рекомендация на будущее. В координатах. Иногда у нас бывают отрицательные значения в десятичных координатах. Чтобы ее ввести, вам необходимо апостров сначала поставить на клавиатуре русскоязычной, это буква «э». Включаете английскую раскладку и ставите данный символ. Затем вводите значение координат, которое вам необходимо, и тогда она будет проставлена. В противном случае, если вы начнете сразу со значения «минус», он вам предложит воспринять это как функцию. Либо как значение, не соответствующее отрицательному значению координат. Учтите это на будущее. Затем очень важный термин, который говорит о корректировке координат. Особенно важный для старых этикеток, по которым выполнены геопривязки. Кроме этого, если вы точно знаете, что сбор вида производился в окрестностях 100-500 метров, необходимо произвести такую поправку. Иногда в этикетках с геопривязок старых образцов, старых коллекций до 10 тысяч метров делают данную поправку. Затем, вот этот термин очень важен, когда вы хотите создать автоматически галерею у себя в датасете GBIF, вы делаете прямое указание на место хранения этого изображения на сервере. Ну и термин язык, который обозначает, в каком языке произведена данная запись. В данном случае у нас присутствуют здесь и английские, и русские языки. Поэтому через вертикальную черту также указание на типы языка для данной строки. Затем частая ошибка, и на самом деле тотальная ошибка, которая будет вызвана при загрузке датасета, это повторяющиеся значения уникального номера. На то он и уникальный, что он должен быть единственным. Для того, чтобы исключить данные повторы, выделяете столбец, заходим во вкладке «Главное» в условное форматирование, правило выделения ячеек, повторяющиеся значения, здесь можно по умолчанию включить, он вам выделит красным цветом те значения, которые повторились. Вам необходимо просмотреть, возможно, это просто дубль, а возможно, некие опечатки произведены, и нужно обратно вернуться к изображению этого образца, взглянуть на этикетку и найти единственное верное значение этих записей для конкретного номера. Затем часто используется функция поиска и замены. Когда таблица очень крупная, необходимо вам найти какое-то значение. Вы нажимаете «Контр-Ф», либо справа сверху здесь значок поиска, вводите это значение, находите его, что очень удобно, когда таблица огромная. А также используется дополнительная функция «Найти и заменить», когда допущена, например, ошибка при указании авторов сбора. И здесь, вот, к примеру, на строке 14 вместо вертикальной строки у нас запятая. Вы можете выделить все рабочее поле, произвести поиск, возможно, в данной только строке, заменить, найти запятую и заменить, к примеру, вот на вертикальную черту с пробелом «до» и «после». Найти это значение, он его нашел, заменить, наверное, как вы видели, произведены были изменения. Найти далее, ну, все, больше у нас таких ошибок нет. Если же они систематичные, то тогда заменить все, он вам произведет тысячу, если надо, тысячу, две, так, две тысячи подобных замен. Затем, очень важный момент, вставить значение, как вы видите, для формата времени у нас выбрано значение «Дата». Если вы копируете при обработке данных из разных листов эти значения, то скопировав и вставив, вы получите в этом же формате. Если же вы вставите как значение и уцепите этот столбец в числе прочих, то, вставив значение, он вам вставит вот такие вот искаженные данные. И потом, при последующих этапах, если вы не обратите на это внимание, будет очень тяжело вернуться, если вы будете удалять какие-то строки и обрабатывать данные в последующем. Обращайте внимание, вставляете вы значение, либо вставляете вы уже ячейку с определенным форматом, либо с формулой. Далее, так же, как у нас был прием объединения, то есть сцепить какие-то ячейки, часто используется прием разделить ячейки. Когда к вам необходимо отделить данные, используется определенный символ, это может быть пробел, запятая, какой-то знак. И, к примеру, вам необходимо отделить через пробел название родовое, видовое, так же и автора. Вы выделяете столбец, заходим в данные, текст по столбцам, выбираем с разделителем, к примеру, выбираем пробел, он вам отделит эти данные, ну, предложит сейчас заменить справа столбцы вам, если заранее побеспокоиться, то можно справа оставить все пустые столбцы, то есть в новом листе, и там уже произвести подобные действия. Видите, он вам их отделил. По тем столбцам, которые у нас были справа, к примеру, мы можем так же разделить, к примеру, через запятую. И запятая будет основанием для разделения этих строк. И, к примеру, здесь можно унифицировать, посмотреть, где какое указание Республики Алтай, Алтайского края, и таким образом унифицировать эти сведения. Далее у нас вот такой вот прием, когда необходимо вам получить из подобной записи координат вот именно такую. Производить в каждой строке такие манипуляции, когда вы меняете по значению градуса на английскую букву Е, затем у вас идет 0,3 минута, потом идет пробел. Достаточно сложно и очень рутинно. Поэтому делаем следующее. Сначала мы должны отделить вот значение градуса. Это можно сделать либо с разделителем, отметить другой, указать именно вот этот символ градуса. Видите, он вам отделяет. Можно также фиксированные ширины. Видите, что они все по вертикали у нас там, где значение градуса. Мы отделим подобным образом. Далее, готово. Он нам отделяет. Вот они, первые два знака. Либо символом, либо фиксированной шириной. Затем вы можете добавить в том числе и знак пробел, если он нам необходим. Делаем пробел. Заполняем этим пробелом весь столбец. Также в последующем вы отделяете. Ну, градусы можно вообще убрать. Минуту с секундой, как есть. Указание северной широты, восточной долготы. Вообще можем исключить этот столбец после отделения. А в последующем, когда у вас будет там 15 столбцов, но это очень актуально, когда данных, к примеру, 5000 и стоит раз на 5 минут озадачиться таким вопросом, а в дальнейшем сцепить эти значения вот в такое выражение, которое вам необходимо, используя разделение и используя сцепку. Продолжая тему градусов, здесь у нас запись в десятичных значениях. Как правило, более шести избыточно значений после точки обычно оставляют 5,10. Потому что, как видите, внизу шесть знаков после точки, это уже точность 10 сантиметров. И если у вас значения в традиционной системе, в этикетках, то вы выписываете градусы, минуты, секунды в отдельных столбцах, а затем в Excel существует формула, которая позволяет вам перевести это в десятичную систему. Как вы видите, используется ячейка градусы, минута, секунды. Заводите вот такую формулу дословно. И у вас производится расчет в десятичной системе. И когда у вас будут заполнены все значения, вы также автозаполняете эту функцию. Но затем готовое выражение вы копируете и вставляете, опять же, как мы говорили, как значение. И у вас будут эти значения в десятичной системе. Точно такая же формула используется и для долготы, и для широты. И в завершении очень часто используется формат, когда данные загружаются, и обратно вы их получаете в формате CSV, не Excel, а в CSV формате. Там используется котировка ОТФ-8. По умолчанию она практически везде. Но при этом при выгрузке данных вы получаете разделитель запятая. Как это выглядит? Когда вы выгрузили данные в CSV, разделителем запятая заведена для каждой записи, но записи, как вы видите, есть только в первом столбце. В B и C у нас ничего нет. То есть записи все произведены в первый столбец. Чтобы получить из них привычную нам запись и обрабатывать данные в Excel, также заходим в данные, текст по столбцам, с разделителем, ставим запятая. И через запятую он нам их отобразит в каждом столбце в привычном виде, в котором в последующем вы можете обрабатывать и мобилизовать данные в электронной таблице. Продолжение следует...